К сожалению, вынуждена это комментировать, как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами, зачастую и без какого-либо внятного объяснения причин, мы расцениваем запреты на въезд в Республику Молдова российским журналистам, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента и просто гражданам. К сожалению, эти случаи не идут на оболь, их количество не идет на оболь, к сожалению, становится все больше. Среди последних, это, конечно, вопиющий случай, непропуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей, собственно говоря, за продвижение которых, особенно в сфере экономики, вроде бы выступает молдавская сторона. Наложен запрет на въезд известному российскому политологу, господину Делягину, историкам Шкундину, Суржику, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Осламовой, главному редактору газеты «Аргументы и факты» Черняку. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи, многие другие российские представители из самых разных сфер. Такие действия вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России, становятся просто серьезным раздражителем в двусторонних отношениях, ставят под угрозу экономические, деловые, культурные, научные и просто человеческие связи. Создается впечатление, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на, опять же, наверное, возможно, какие-то политические и финансовые бонусы. Иначе логику понять очень сложно. Особое сожаление вызывает то, что такие действия молдавских властей кое-где уже получают развитие на провинциальном уровне. Так, на днях в Центральном парке города Фалеште произошел абсолютно экстраординарный и безобразный случай. Был осквернен памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я просто напомню, опять же, может, кто-то не знает или забыл, с его именем, с его творчеством, с историей его жизни много связано непосредственно в Молдавии. Чем Пушкин не угодился, понять сложно. Мы, конечно, решительно осуждаем этот акт вандализма, призываем власти Молдавии, которые на словах выступают за развитие отношений с Россией, провести тщательное расследование и, конечно, восстановить памятник. Отрадно отметить, что произошедшее уже вызвало по-настоящему сильную реакцию со стороны целого ряда общественных объединений и, конечно, подавляющего большинства граждан Молдавии. Продолжение следует...